Вот, забавный персонаж на самом деле, причем он и там, видишь, под шофе, и, ну, в первом, как мы видим в ролике, он рассказывает о том, что надо всех хохлов вывести в поле, и там вас там нагибать и так далее. Второе, я против Украины ничего не имею. Ну, там вот четко транслируют, вот так вот, скажем, изменение риторики и изменение мыслей, ну, собственно говоря, в самой Российской Федерации, да? Потому что, ну, один вопрос, когда тебя, там, десятилетиями кормят этой пропагандой, да, про вторую армию мира, как будто, про какие-то там космические технологии, про то, что они сейчас всех победят, даже не начиная нападать. Ну, в общем, весь этот бред, который разбился об терраборону Ирпеня, да, собственно говоря, и других украинских городов, ну, вот. И теперь, да, происходит такое смещение в сознании, особенно, как ты правильно абсолютно Василий заметил, после очень успешной Харьковской операции. Она же носит не только успешный военный характер, показывая всю немощность сейчас российского солдата, российского вооружения, всей в целом российской, вот этой вот военной машины, кстати, в этом контексте. На последнем международном, там, собственно, как она называется, там, где продают оружие в Российской Федерации, да? Ну, это высокая армия, армия, да, армия, да, так, собственно говоря, ни одного контракта, Василий, ни одного контракта, только два контракта, внутрироссийские. Россия полностью потеряла рынок вооружения, на котором она была, это Средняя Азия, это Ближний Восток, это страны Африки, то есть, в принципе, всегда мы прекрасно знаем, что страны третьего мира ориентировались на российское вооружение. Сейчас, когда они увидели, что, ну, просто, ну, оно пробивается чем угодно, как угодно, и никто не покупает. Это, кстати, огромные убытки наносятся всей вот этой вот недоотрасли. Россияне переиграли сами себя в этой своей тотальной гнили, тотальной коррупции, разворовании бюджетов, когда пихают в шабатуру, так сказать, с русским флагом китайские, корейские, американские запчасти, и говорят, что это импортозамещение, говорят, что это какое-то продвижение российского товара. Ну, то есть, все это обрушилось абсолютно в один момент. И, конечно же, да, второй фактор, кроме первого, конечно же, военного, психологический, потому что идти умирать, а те солдаты, которые идут в Украину, в составе российской армии, идут только в Украину умирать, и это абсолютная реальность, и они этого делать точно не хотят. Поэтому любой провал мобилизации, скрытой, открытой, ну, это абсолютно та реальность, в которой сейчас живет Российская Федерация, и риторика будет такая, умирать не хотят. Субтитры создавал DimaTorzok